Здравствуйте! КХЛТВ приглашает всех этим вечером в Санкт-Петербург. Северная столица принимает очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. И сегодня в гости к СКА, пожалуй, выигрывает вбрасывание. Не позволяет сопернику закрепиться в собственной зоне. Хорошее катание. Давид Румблот. Передача по диагонали. Ходит в зону Гусев. Бросок! Отбивает Галимов перед собой. Но тут же добивание. Коски Ранта подкатил на пятачок. И получилось довольно опасно. Обратите внимание, как Гусев готовил свой бросок. С такой оттяжкой, убирая шайбу. Но только по лечкам ничего не видно. Подержит. Барабанок идет в атаку. Передача какая. Бросок! И как не забивает Кузьменко! Отличный момент у СКА. Да, вот это, пожалуй, самая близкая возможность для того, чтобы... Давайте смотреть повтор, давайте разбираться. На скорости Барабанов закатывается. И Белов идет на пятачок. Три игрока торпеды атакуют петербургцев. А Кузьменко никто не держит. И классную передачу делает Барабанов. Куда же там шаг? Потеря. Кетов диагональную передачу сделал. Белов остается на площадке. И какой гол! Открывает счет СКА. И сколько было моментов, когда казалось, что шайбе деваться некуда, кроме как в воротах оказаться. Но нет, не заходило. А вот сейчас ее отбивает шайбу. Низом она пошла. И очень вовремя положил шутки на лед. Игорь шестерка. Ответная атака. СКА передача на пустые ворота. Гол! Никита Гусев аплодирует. Также Тимащук. Но здесь Гусев, конечно, молодец. Но какую передачу сделал Карпов. Очередная шайба одного из лучших бомбардиров континентальной хоккейной лиги. В позиции нападающего оказался Веряев. Пошел в обводку. Передача не прошла. И эта передача отрезает четверых игроков у торпеда. Контратака СКА. И это гол Андрей Кузьменко. Благодарит партнера за эту передачу. Это шестая шайба Кузьменко в нынешнем сезоне. Как все быстро произошло. Только-только петербуржцы разрушили атаку соперника. И вот уже момент у ворот Галимова. Пошел в обводку, Веряев. Через двух отдавал. Если бы прошло, там бы Сёмин выкатывался на ударную позицию. А в итоге два в одного. То вернуть на дельту команде гостей. Пока о заброшенных шайбах рассуждать не приходится. Пока нижегородцам нужно обороняться в своей зоне вчетвером. Шайбу Никиты Гусева. Передача на пятак. Карпов. И опять от игрока торпеда шайба залетает в ворота. 4-0. Никита Седников покидает скамейку штрафников. Но здесь опять же сложно кого-то обвинять. Все ждали броска от Карпова. Холм выдвигался на соперника. Ему нужно было быстро принимать решение. Ромблат. Става Ромблат в игре переводит налево. Гаврикову нужно ускориться. Но он опережает Паршина. Без проблем. Коски Ранта. Получает шайбу. Бросок. Гол. Вновь внезапная атака. Вновь все очень быстро. И счет становится 5-0. Как они это делают, а? Не позавидуешь-то не Славу Галимову. Вот что шайбу не возьми. Вот заглядывая в статистику, 3 смены уже провел. Чуть больше 3-х минут на льду. Родионовичев это довольно молодой игрок. В январе ему 20 лет исполнится. Вот под этот рассказ еще одну шайбу забрасывает. СКА пробивает. И Дениса Костина. Снова третье звено. Звено Алексея Бывальцева. Организует шайбу в ворота соперника. Но вот если брать именно нападающих, то особенные слова говорится, но мы ждем каких-то особенных слов.